Одной из актуальных проблем в настоящее время является проблема патриотического воспитания. Одним из аспектов этой проблемы является обучение в военных кафедрах и обучение в военных вузах. Сейчас с кафедрами существует большая проблема. Если в 80-х годах кафедры были практически в каждом вузе, то сейчас их осталось чуть меньше 70. Ко мне постоянно обращаются руководители вузов Иркутской области с просьбой включить военные кафедры в обучение вузов. Причина такого интереса понятна. Кафедры несут ряд очень важных функций. Одна из них, основная, это военное воспитание молодежи. Причем это воспитание и обучение полезно не только военное время, но и во время чрезвычайных ситуаций. Вторая важная функция кафедры — это социально-культурное влияние на студенческую среду. Не секрет, что в настоящее время утеряны многие инструменты социально-патриотического воспитания молодежи. И военный кафедр как раз может стать одним из таких элементов. В рамках обучения на военных кафедрах как раз молодой человек и может получить такие навыки, как дисциплинированность, умение наводить дело до конца, ответственность. В целом кафедры могут оказать очень благотворное влияние на общество. Надеюсь, что на ближайшем парламентском части с участием министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу он расскажет нам о планах своего ведомства по развитию военных кафедр в вузах России. Еще одна проблема – это развитие сети военных училищ. В настоящий момент их 78. Причем за Уралом всего 7. А на территории от Новосибирска до Владивостока нет ни одного учебного заведения. На мой взгляд, это неправильно. Здесь, как и с военными кафедрами, есть несколько аспектов. Во-первых, военное училище, особенно инженерной направленности, является кузницей кадров для разного рода производств. Машиностроительные предприятия всегда с удовольствием берут выпускников этих училищ. Во-вторых, училище благотворно влияет на социально-культурную среду города. Мне кажется, правильным, если молодежь будет иметь альтернативу того, что они видят в сетях и по телевизору, видят в виде людей, которые ходят в подтянутой военной форме по улицам города. Офицерские семьи, как правило, социально более благополучные. Выйти замуж за потомственного офицера всегда было престижно в России. В Иркутске до последнего времени существовало высшее авиационное военное инженерное училище. Оно действовало в городе около 80 лет. За это время было подготовлено около 80 тысяч выпускников. Среди выпускников 14 героев Советского Союза и один герой России. Но в 2009 году Иркутск остался без училища. Его перевели в Воронеж. Было бы справедливым, если бы Министерство обороны переместило одно из училищ на территорию Восточной Сибири, чтобы устранить существующую диспропорцию. Надеюсь, что с Сергеем Кожугетовичем мы услышим и планы по развитию военных училищ.